Внимание, данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино и ни в коем случае повторять данными не стоит. Монолитный кусок льда, полностью прозрачный и очень крепкий, короче эта глыба прошла много испытаний, мы попробовали ее расплавить раскаленной лавой, и у нас это не получилось, далее мы попробовали ее расплавить 10 тысячами бенгальскими огнями, и опять неудача, а потом мы уже проверяли реакцию большой глыбы на натрий, здесь было поинтересней, но все равно глыба оказалась очень прочной, многие считали, что проблема была в том, что глыба подтаяла и заполнила пространство водой, а ведь как известно натрий не тонет в воде и он плавает на поверхности, соответственно вся мощь удара не сосредоточилась на глыбе, а лишь задела ее верхушку, в этот раз мы усложним задачу и вместо натрия у нас будут большие петарды, да, да, это именно те, которые не продают лицам не достигшие 18 лет, поэтому ни в коем случае не повторяйте, а лучше просто смотрите на результат, кстати, Димка обнаружил у меня огромный самолет из ролика пролетающую машину, он ему так понравился, отрываться не может, постоянно с ним играет, думаю неплохо сделать с ним какой-либо эксперимент, пишите в комментариях какой, но пока Тимка есть крутая новость World of Warplanes представляет совершенно новый по-настоящему взрывной игровой режим сопровождения, прими участие в жарком противостоянии, где одной стороне предстоит довести свои бомбардировщики до цели, а второй держать жесткую оборону до последнего, зови друзей, вместе с ними штурмуй новые высоты, используй инвайт код при регистрации, чтобы получить 3 дня премиум аккаунта, истребитель лах 3 четвертого уровня и 100 тысяч кредитов, с которыми можно не засиживаться на старте. Ладно, мы продолжаем, так как у меня снято очень много роликов с большими петардами, я знаю как они работают, если просто, к примеру, ее положить сверху, ничего не произойдет, так как ударная волна уйдет в воздух. Мы решили сделать все по-правильному и просверлить отверстие в глыбе, как с натрием. Запускаем наш генератор, и у нас есть насадка на сверло, которое сделает огромное отверстие. Да, еще прикол, что глыба очень трудно подается сверлению, для меня это было открытие, это же обычный лед, но сверлиться он прям как бетон, настолько трудно. Фух, наконец-то отверстие готово, а еще глыба покрыла странным рисунком, и как оказалось, это из-за солнечных лучей. Ультрафиолет негативно влияет на лед, который сделан в вакууме, но при этом она по-прежнему крепкая, и как видите, наша петарда туда полностью помещается. Думаю, мы поступим по-правильному, и зажгем ее уже внутри льда, чтобы у нас было время отступить на безопасное расстояние. Как вы считаете, что сильнее, натрия или петарда? Давайте делать ставки, жмякайте с правильной голосовалкой и угадывайте. Я думаю, натрий неплох, но пока не знаю, за кого проголосую. Давайте уже начинать. Субтитры сделал DimaTorzok Обалдеть, вы сами все видели? Это было невероятно. Фух, поначалу мне показалось, что ударная волна выкинула петарду под потолок, но если просмотреть все покадрово, видно, что это просто улетело шметок бумажки, что покрывает корпус. И как вы видите, петарда победила. С ее мощью не может роняться натрий, так как тогда у него глыба потеряла 25% со своей поверхности. Но тут у нас отсутствует целых 50%, вы сами все видите. С глыбой как будто бы сточили половину. Вот все, что от нее осталось. Еще сверху прилип какой-то кусок. Но самое интересное, мне непонятно, это отверстие посередине вдоль глыбы. Ведь мы сверлили ее по вертикали, а отверстие круглое почему-то осталось по горизонтали. Кто знает, почему так? Напишите в комментариях. И как всегда, если мы наберем 30 тысяч лайков, выйдет следующая серия с глыбой. Подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик, если хотите быть первыми. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.